Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля, и я хочу показать вам, какие томаты у меня поспели в открытом грунте. Сразу скажу, что у меня сибирский регион, и в это время спелых томатов у нас нет еще совсем. Это вот исключение. И еще хочу сказать про этот период, что конец июня, начало июля, это та вот такая благословенная пора, когда наши томаты еще молоды, красивы, у них такая свежая листва, нет еще ни малейшего намека, никаких пятнышек. У нас вот только, у меня все томаты всегда обкаканы, у нас очень много воробьев, и вот этот птичий помет, не знаю, он является удобрением или нет, этот воробьиный помет. Ну, короче, все обусраны у меня томаты, но я на это не обращаю внимания, дождик смоет. Но сейчас такой период, когда томаты еще все здоровые такие. Никаких у них ни малейших, ни пятнышек, ни проявления болезни, потому что они, вот у них сейчас еще такой расцвет молодость. Конечно, у нас в Сибирском регионе мы высаживаем попозже же. Я вот про те говорила, что те вообще я в середине июня высадила. Эти чуть раньше, у меня посадки разномастные, но все равно. Смотреть на них одно удовольствие. Вот те, которые раньше высажены, у них уже вот такие большие плоды, которые позже, они в периоде цветения. Но самое главное, что поражает вот эта красота листьев. Уже потом, позже, не будет никогда больше такой ярко-зеленой, такой насыщенной листвы. Именно сейчас конец июня, начало, средина июля. Потом начнется изнуряющая жара, будут закручиваться листья. Могут, если дождливая погода, могут какие-нибудь пятнышки появиться. Но я люблю вот этот период, когда они молодые, сочные, красивые. У них все впереди еще, можно сказать, вся жизнь. Еще они не покатились с горки. Лето у нас еще июль, нормальное будет. Потом уже, если начнутся дожди, то возможно. И вот проспелые томаты. Несмотря на то, что я, вот Демидов показывала вам, Демидов, Настенька, я его высаживала рано, у нас спелых еще нет. Но у нас зато хорошие, вот видите, хорошие, сформированные такие уже плоды, вот нижние кисти. Их сверху не видно, вот я когда иду, но если заглянуть туда, то видно, что у каждого томата вот эти вот снизки, вот таких яблок больших, зеленых, висят. Конечно, до спелости им еще с полмесяца, наверное, нужно. А поспел у нас один-единственный всего у меня сорт. Тот же самый уродец, вот который вместо черного принца вылез, который я посеяла как будто бы черный принц, а оказался это нет. Где он у меня есть-то, сейчас найду. И поспел он только потому, что я его сеяла ведь как крупноплодный, нормальный томат в ранние сроки и высадила его вместе со всеми в хорошие сроки. Вот это вот у нас, пока что наше достижение в открытом грунте, это вот такая вот мелкота. Кстати, этот, который вместо принца черного, он поспел и в теплице номер один для раннего урожая, и в теплице номер два поспел полностью, весь куст висит, улепленный вот такими томатами красными. Он поспел у нас везде, только кому он нафиг нужен. В общем-то, вот крошечные совсем такие, не знаю я, что это за сорт, но явно, что это самая простейшая скороспелка в открытом грунте. У меня только начали буреть сейчас спиридон, вот такие типа, вот спиридон, ринет, совсем-совсем скороспелки, которые мелкоплодные, которые до 100 грамм. А, конечно, все крупноплодные, все серьезные томаты у нас пока что в фазе завязывания плодов. Они вот образуют помидорки, завязывают, все у них хорошо, они растут. Молоды они, здоровы, полны сил, но томатов спелых у нас еще пока нет. Только вот этот пришелец, неизвестно какой. В теплице номер один, который для раннего урожая, у меня там много поспело сортов, ну не поспело, как спеют много сортов, но я потом попозже вам сниму, там же надо в разных углах снимать, потом на этом склеивать, на, как он называется, на видеомонтаже. Я сделаю вам, ну там-то, естественно, в теплице томаты подспевают, но там тоже в лидерах вот этот же, он весь поспел, весь куст какой вот был, он половину уже весь поспел. Я его, конечно, не считаю за такой, за нормальный томат, потому что вот эти горошины, как красная дробь она называется, я даже семена собирать не буду, но нормальные томаты тоже спеют. А в открытом грунте, увы, нам еще рано. У нас еще нынче в сибирском регионе, вот именно у нас, в Алтайском крае, после того, как 17 мая, помните, когда Демидов-то там замерз, было две недели очень-очень холодной погоды, и что в теплице они стояли, рассады, что здесь высажено, у нас вот на полмесяца мы тормознулись. Но я терпеливо жду. Мне не главное побить рекорд, как по скорости созревания. Мне главное, чтобы все томаты были здоровые, чтобы они не заболели, чтобы получить с них качественные семена, чтобы они дали потом потомство хорошее. Но вот пока я рада, я хожу по дорожкам, проверяю, вот эту листовую диагностику провожу. Все листья зеленые, здоровые, значит, все у них хорошо. Даже у тех, которых я вот высадила в самом конце, выглядят все прекрасно. Все, до свидания. Так что, какие томаты у нас поспели в открытом грунте, вот у меня только вот этот вот подкидыш. Продолжение следует...